В музейном центре Площадь Мира у посетителей появилась интересная возможность прогуляться по экспозиции с закрытыми глазами. Каково это я до сих пор понять не могу, сейчас узнаю у экскурсовода Раисы. Раиса, рассказывайте, зачем нужно гулять по музею с закрытыми глазами, для чего это придумали? Инициатива знакомства с экспозицией предоставляется самому посетителю. Ему предоставляется свобода передвижения по экспозиции по тому маршруту, который он сам выберет. И также возможность пообщаться с экспозицией через свои тактильные ощущения. Я вам предлагаю попробовать себя в роли вот такого экскурсанта. Для этого нужно надеть вот эту маску на глаза. Не видно ничего, даже подглядеть нельзя. Это очень хорошо, это одно из условий игры. По задумке организаторов, группа посетителей должна разделиться по парам. Один ходит с завязанными глазами, другой его направляет и помогает смотреть экспонаты тактильно. Моим гидом в качестве исключения стала экскурсовод музея Раиса. Мы сейчас с вами находимся в пространстве, которое называется коммунальный коридор или коммунальная квартира. Оно посвящено советской повседневности. Наташа без паники, доверься гиду. Можно выдвинуть ящик, потрогать, что там внутри может быть лежит. Меня ничто там не укусит? Какая-нибудь мышь советская? Нет, нет, мышей советских здесь нет, только советские вещи и фотографии, которые нам предоставили наши дарители. Еще здесь есть вот такие интересные экспонаты, как, например, вот. Как вам кажется, что это такое? Что напоминает вам на ощупь это? Подушку, перьево, там еще такие перья жесткие. Да, теперь ниже руки опустите, что это такое? Это сетка кровати сейчас. Это кровать, да. Можно к ней приложиться? Я вспоминаю сейчас свое детство, как я на такой кровати лежала в детстве на даче. Скажу честно, ощущения, когда ты с закрытыми глазами лежишь на кровати и когда стоишь, очень схожи. Не верите? Тогда лучше сами попробуйте. Чуть дальше мы с моим гидом оказываемся в месте общего пользования. В советское время так называли ванную комнату и кухню. Где-то слышно, как течет кран. Вокруг посуда и старые вещи. На ощупь все кажется знакомым. Все, долой маску, хочу все увидеть. Я вот, кстати, сразу обратила внимание, еще когда только заходила, что здесь есть елочные игрушки, причем старые, какие-то даже есть у меня дома. Где вы их набрали? Это вам приносили? Они здесь, конечно, тоже не случайно появились. Дело в том, что в 1935 году в Советском Союзе снова начали праздновать Новый год взамен запрещенного Рождества. По новым традициям даже стали выпускать специальные инструкции, как наряжать елку. Ну и вот стали производить вот такие вот игрушки замечательные. Я здесь увидела шапочку, очень похожую, как была у моей бабульники, если это, конечно, женская. Пальтишко тоже сейчас найду. Прямо как у моей бабушки. Лучшая девушка в СССР. О, спасибо, дам кишель. Это же сифон. Помните воду с газом? Ммм, вкуснятина. Мне тоже был такой зелененький. Кроме слепых путешествий по музею, посетители смогут в кромешной тьме прогуляться по залам и пройти селфи-экскурсию. Занятия групповые, поэтому советуем искать себе компанию. Субтитры создавал DimaTorzok